Привет всем! Готовим шахплу. Рис промываем до прозрачной воды, подсаливаем воду и даем пропитаться рису с солью в течение часа. Нарезала мясо вот такими небольшими кусочками, но и не маленькими. Замочила в воде, чтобы вся кровь вышла. И начинаем варить мясо. Немного воды. Варим мясо до готовности. Даем закипеть и снимаем всю грязную пену. Килограмм лука полукольцами. И все это обжариваем до чистого цвета. Лук у меня еще не совсем готов, но уже такой довольно аппетитный. Что я делаю? Я немножко подсолила кожу. И добавлю куркум. Чтобы он у нас был красивого цвета. Надо следить за луком, чтобы ни в коем случае не пригорел. Он должен быть золотистый, красивый, аппетитный. Тем временем вода для риса закипела. Я ее немножко подсолила. И кладу туда наш рис. Должен вариться у нас, знаете, чтобы сердцевинка немножко была твердой. Вокруг была готова, а сердцевинка твердой. Рис сварился до нужной консистенции. Я его в последний раз, после того, что он сварился, промываю горячей водой и оставляю в сторону. Беру шафран и заливаю его горячей водой. Откладываю настояться. После того, что мясо отварилось, нужно его чуть-чуточку обжарить, чтобы оно приобрело красивый цвет. То есть, вы обратили внимание, есть еще водичка. Она должна уйти, и у нас начнет обжариваться. Мясо у меня уже обжарилось. Пересушивать его не надо. Я сразу его прикладываю. Курагу мы тоже немножко обжариваем. С ним нужно быть осторожной, но она очень быстро пригорает. Все мы ее перекладываем. Она готова курагу в мясо. Я ее специально не порезала. Хорошо было бы порезать. У меня дочка не любит сухофрукты. Отдельно я обжариваю еще 50 грамм примерно цамуки. Это фишмиш. И кладу, конечно же, все мясо. Обжариваю еще 6 г. Но в плов я его класть не буду, потому что рис у меня такая будет черная. Я не хочу этого. А я подам это отдельно в тарелке. И что я вам не показала, когда я обжаривала мясо, я его и посолила, и немножечко поперчила. Мы добавляем сейчас бульон мясной. Примерно 100 мл. И все аккуратненько перемешиваем. Убираем в сторону. И наливаем на шафран, на рис, аккуратненько. Ножом аккуратненько перемешиваем рис, чтобы его не повредить. Мясо и рис у нас уже готовы. Будем собирать наш шахплов. Разрезаем лаваш на две части. И буду смазывать их маслом. Не сильно так прикаться. С этой стороны я мажу и переворачиваю. Здесь это сухая часть. И переворачиваю. Опять с этой стороны у меня сухая. С этой стороны я опять мажу, переворачиваю. Тем самым вторая часть, она тоже немножко пропитывается маслом. Вот так до конца. Мы берем нашу кастрюлю и выкладываем. Предварительно кастрюлю нужно смазать маслом. Вот так. Немножко нахлёст, чтобы не были открыты места и по всему периметру. Видите, нахлёст, чтобы они только не порвались у нас. Окей, начинаю наполнять. Первым у нас идёт рис. Этот шафран я привезла с боку. Он немножко красноватый, но почему-то... Я люблю, если честно, только желтоватый цвет, но ничего, что я могу сделать. Рис у нас рассыщатый получился. Мясо с сухофруктами мы кладём только посередине, а по краям должен быть рис, чтобы мясо не подсохло, а сухофрукты могут подгореть. Мы нашли альбухаров, к моему великому сожалению. Муж сегодня искал весь день, но не нашли. В траве немножко тяжело наметили. И опять мы берём рис. Почему в тарелке я не хочу его мять? Мы его просто вот так аккуратненько, даже не трогаем. Делаем булочки. Не придавливаем. Вот так, аккуратненько. В любом случае ничего не придавливаем. И опять наш... чуть-чуть-чуточку добавлю вот сюда. Окей. И опять наше мясо с луком сюда. Видите, вот такая красота. Вот так. И засыпаем это всё. Близне. Вот так, окушки. Не придавливаем ни в коем случае. У меня здесь масло осталось моё. Я добавила немножко кукума. Всё-таки я хочу, чтобы он у меня был жёлтенький. И я вот так пройдусь. По краям у меня рис. А рис любят масло. Что мы делаем? Мы вот сюда кладём. У меня остался один лаваш. Я его положу вот сюда. Он будет у нас выживать. Да? И как мы... И закрываем. Сейчас мы начинаем по одному закрывать наш плов. При этом мы говорим, чтобы было на здоровье. Так вот моя мама. Чтобы она здоровья всем. Похоже на это всё фольгой. Желательно клещей. Где ручка вот так национала. И у нас уходит всё в санур. А я в духовку на час 180 градусов. Вложила я в духовку 180 градусов. Ну всё, в добрый час. Через час нужно температуру поднять на 220. Снять фольгу и дать зарумяниться лавашам. Берём красивое блюдо. Накрываем кастрюлю. И переворачиваем на шах плов. Вот что у нас получилось. Очень важно всё это делать с таким же деловым лицом, как у меня. Записать красиво не получилось. Все были очень голодные. Но поверьте мне, плов получился очень-очень вкусный. Продолжение следует...